всем привет и спасибо что зашли на мой канал друзья сегодня я буду варить вишневое варенье с косточками существует множество рецептов приготовления вишневого варенья только в моем репертуаре их несколько и сегодня я поделюсь с одним из них рецепт простой рабочий и проверен годами кому интересно оставайтесь со мной и будем готовить вишневое варенье вместе для приготовления вишневого варенья мне понадобятся следующие продукты вишня сахар лимонная кислота и питьевая вода перечень количество чех ингредиентов вы видите на ваших экранах эту же информацию я продублирую для вас в конце видео внизу под видео и в первом комментарии от меня итак вишню и сахар отправляю в сотейник с толстым дном я визуально делю их на три части и насыпаю в сотейник слоями снизу насыпаю вишню на вишню сахар и так повторяя процесс естественно вишня я предварительно помыла и у меня было полтора килограмм я сняла плодоножки нет нет что-то покушали и того осталось кило 300 вишни сахара положила 1 килограмм то есть примерно на 30 процентов меньше но при желании сахара можно положить один к одному сюда же насыпаю всю лимонную кислоту а это две треть чайной ложки кроме того что лимонная кислота помогает сразу проявить яркий цвет вишни она играет роль натурального консерванта вишнем я сразу не кладу на плиту откладываю ее в сторонку на 3-4 часа чтобы вишня пустила сок иногда даже оставляю на ночь для этого я обычно убираю ее в холодильник прошли примерно три часа сотейник с вишней ставлю на плиту и наливаем сотейник примерно 40 миллилитров воды вишневое варенье как и другие варенье варю в сотейнике с толстым дном огонь чуть ниже среднего как вы видите вишня уже активно пускает сок чуть-чуть добавляю огня варенье пока не мешаю и не снимаю пенку а вот пошли первые пузырьки огонь вновь убавляю ставлю таймер на 20 минут и варю вишневое варенье на огне чуть ниже среднего ровно 20 минут через 20 минут выключаю плиту и не просто выключая а полностью убираю сотейник с вишневым вареньем с плиты даю вишневому варенью отдохнуть 3-4 часа не обязательно ждать до полного остывания тут есть очень тонкий момент если вы любите чтобы вишня чуть-чуть вот совсем слегка была покрыта корочкой можно ждать до полного остывания мы не любители этого поэтому я не даю остыть варенье полностью просто из-за того что косточку я не снимаю а сахара кладу меньше поэтому и чисто вот для страховки даю косточки чуть-чуть увариться вот и все пока варенье отдыхала я простерилизовала банки делаю я это возможно консервативным но для меня самым проверенным способом крышки банок прокипятила примерно 5 минут примерно через три часа сотейник с вишневым вареньем вновь ставлю на огонь довожу до кипения и варю вишневое варенье еще 10 минут выключая плиту но она еще горячей и дно сотейника тоже толстая так что варенье еще будет остывать долго пока варенье горячее собираю его по баночкам сначала раскидываю вишню по баночкам затем заливаю их сверху соком и до горла баночки из указанного количества продуктов у меня получились четыре баночек варенье по 330 340 грамм примерно столько же я оставила сейчас поесть как вы убедились готовится вишневое варенье абсолютно без мороки а получается неимоверно вкусным это отличное лакомство к семейному чаепитию и вкуснейший десерт к чаю после хорошего застолья обязательно сварите хотя бы килограммчик вишневого варенья на зиму ведь ничто не заменит домашнюю кухню баночки укомплектованы закрываю баночки с вишневым вареньем крышкой переворачиваю их и укутываю теплым пледом баночки с вишневым вареньем должны остыть медленно через сутки достаю банки и вуаля ароматное и вкуснейшее варенье из вишни готово надеюсь технические возможности моей камеры способны передать насколько яркий и прозрачный получился сок варенья но сок пока жидковат вообще вишневое варенье как и все остальные наверное достигает нужную консистенцию и вкус примерно через пару недель хотя мы начинаем кушать сразу ну что друзья я всем желаю приятного аппетита и побольше приятных поводов для застолья всех благодарю за просмотр и очень надеюсь что мое видео понравилось вам если это так не забудьте ставить лайк этому видео напоследок предлагаю посмотреть видео рецепт варенье из белой черешни я пока прощаюсь вами но не надолго жду вас на своем канале ведь я и рада всегда вам рада гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые практичные рецепты полезных вкусняшек от вуаля ас пока пока и до новых встреч